Спасибо, Герод. Поют скворцы, мама делает голубцы, Возвращаются с лишней литрой разговорчивые гонцы. Гладит волосы ветерок, на скамейке идет урок, Математика, нумизматика, крестик, козырь, матерок. И сидит она до темна, невзрослеющая шпана, На щеках перелетных девочек подвенечная белизна. Ждут девчонки, а их не ждут. Слышен шорох веков, минут, Сложат, сложат мокрые губы трубочкой И целуются, словно пьют. Я вам хочу представить Илью Григорьевича. Я пока не дошел до того, что надо. Да, до своего. Ну, при всем моем уважении, Я своих стихов не пишу, вообще совсем. Я люблю читать, и читаю любые, Поэтому прошу меня заранее, крайне прям заранее, Простить за мою негудонистку гоппу того, чего делаю. А вам в любом случае просьба слушать это как Серегина, Просто моим голосом оформленная. Я точно пока не чтец. Показание называется «Апсент». На крыльях Дон Кихота, В объятиях полутьмы, Напившись, да и коты, Летим по небу мы, Зеленого абсента налит ночной квадрат, От поля до Винсента, Пол-литра в аккурат. А зябший небо студень Дрожит в промозлой мгле, Бесплоден и безлюден, Как эхо в санузле. Пусть наша жизнь убога, Но верен первый штрих. Два молодых Ван Гога, Два уха на двоих. Браво! Дальше Серега... Ближе к микрофону, да. Микрофон сделаем. Раз, раз, вот так. Не зажирает, да, звук? Да. Здорово. А второе стихотворение там, Серега об этом, наверное, сам не хочет говорить, Это написано, да, в 14-м году, Сережа, Про ДНР. Это про то, что там сейчас происходит. Серега оттуда родом, Мне кажется, что это важно знать для того, Чтобы там это слушать. Отстрелялись пушки Тошно воронью В маленькой психушке Тихо, как в раю Засыпают хамы, Жахнув по одной. Вы не плачьте, мамы, Над моей страной. Хрена ли выть от боли? Пой и песню пей. Жить мы стали более Лучше, веселей. Вон, как счастлив Мальчик В цинковом гробу. Мамы, Вы не плачьте, То ли еще Бу. Рождественская Ветер Точит ножи Перелетных снегов И ворон. Ветер Чувствует фальшь Переклички трамвайных упряжек. Горожан муляжи Заметает, как дворник, циклон. И зрачки фонарей Отражаются в кличках дворняжек. Повезет ли тебе Одинокий Ночной пассажир? Ты проснешься и вдруг Насладишься ничемною пьеской, Подвывая судьбе. Поползут В твой вагон Миражи Дед Мороз С Бодуна И Волхвы Со звездой Вифлеемской. Спасибо. Тяжелая вот сейчас такая история, такая, ну, по моим ощущениям, для чтения тяжелая, поэтому она без... Как это, Серега ее писал? Она написана без заглавных букв. А читать это очень тяжело. Проводили зиму Словно Хиросиму Обморочным светом Обморочным светом Прижигали кровь По асфальтам цепким Разлетели щепки От дубов могучих Веривших в любовь Разорвалось у имя Вытекает время Сколько нам осталось Пень и голоси Пой о красном солнце Сидя у оконца Как гуляет морок По больной Руси И финальная история Теперь называется Снеговик Это про снеговик Сейчас все услышите Посреди двора Угловатого Навика Мы лепили горбатого Снеговика Зажигались окоши Машки веером Как во сне Мы ваяли чернешным веером В полутьме Каждый счастлив был Тихой святостью И блажен Каждый был себе Микеланджело И роден Проступали черты Над варежской Губ и вех Без любви Без тепла Без памяти Глина Снег И сквозилось небес И ангелы Прилетев Оставляли нам строчки Мятые И припев Мама громко Трубили к ужину В разнобой И цеплялся За жизнь Простуженный День шестой А с утра Осыпаясь комьями Как старик Уходил в весну Незнакомый нам Снеговик А теперь позовем Серегу И все его Выходи Выходи По поклону По поклону Аплодисменты 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 Один Кишочек Один Попробуй Конечно Сереж Давай Совсем Хорошенький Или это подарок Тебе конечно Дело в том Что Как мне кажется Печальные стихи Писать гораздо Прочее Чем Радостные Ну то же самое Как писать Печальные песни Проще Чем Мажорные Вот один Стишочек Радость Ходит На руках По углям Дымящим И Резвится В облаках С радостью Щенячий И летает На доске И танцует На песке Румбу До обеда Грустно Маленькой Тоске Наблюдать Все это Спасибо 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 Александр Яковлевич Даган Еще что-нибудь Сказать Или ты сам скажешь Сам скажешь Да Сам скажешь Хорошо Времена Хорошо Хорошо Я помню Это ощущение На кофейне Когда ты выходишь Тебе все светит В лицо И ты ни хрена Не видишь Что в зале Я сегодня подготовился А вот Микрофон я сейчас Приподниму На самом деле Конечно Как ни готовься Все равно не получается За Никиту Читал Ваня За Сережу Илюша Буду читать Сам чувствую себя Лохом Не подготовился Больше не хочется Поэтому Стихов Мало У природы Отходят воды Не поймешь Это Мартли Майли Селфи солнца Со всех айподов Ухмыляется Словно смайлик То ли балует То ли троллит Из тепла его Тихой сапой Возникает любовь Как кролик Прежде скрытой Волшебной шляпой Спрятав счастье В фейсбуке В личке Начинаю весне Учиться Вьют гнездо Две случайных птички На развилке Моей ключицы Ветер слепо По лицам шарит Тише мыши Зима на крыше Запечатаны В снежном шаре Снегом кашляем Снегом дышим Мы от вьюги Неотделимы Ее хлопья Детальки лего Бог Адама Слепил из глины А меня и тебя Из снега И стоим Мы к спине Спиною Смотрим вслед Перелетным стаем И надеемся Что весною Хоть на миг От любви Растает Мой зрелый возраст Знать давал себя не раз От факта этого Мне никуда не деться И все ж Когда придет мне срок Впадать в маразм Я впасть попробую тебе На радость в детство Чтобы под мультики И бодрый хруст конфет В свой час С улыбкой Сбросить Бремя Бренной Тушки И бестелесным Полететь На яркий свет Где мне Навстречу Выйдут Все мои И игрушки Мой желтый С белым брюхом Плюшевый медведь Мой друг Которого я помню И поныне Не замечая Как успел я Постареть Меня узнает И тотчас Тепло обнимет Как я его Почти все детство Обнимал При свете на ночь Мне включенного Торшера Когда Представь себе Я был настолько мал Что мы с медведем Были одного размера Мой мишка Спросит Чем я жил Кого любил Я расскажу ему О послеочи долу Покаясь в том Что как-то вдруг Не уследил Куда пропал он Когда я закончил школу Вождь краснокожих Оловянный ветеран Наполнит красками Поблегшую картину Того как старенький Родительский диван Мы превращались с ним В великую равнину Мы вспомним Много разных игр И забав И вождь навеки Мою совесть успокоив Простит мне то Что тамагавки ему сломал Сломав Я на ночь клал его В пакет среди ковбоев И даже катер Что троюродный мой брат Отправил в Конаково Справиться с заливом На всевших батарейках Приплывет назад Меня вновделая И глупым И счастливым Собрав похабку Все сокровища свои Я побегу Стремясь куда-то Без оглядки И вдруг как вкопанный Застыну от любви Тебя в песочнице Увидев На площадке Без прошлой памяти Без ближних лиц И драм Везде опять тебя узнать Даю я слово Я все игрушки Тебе тотчас же отдам И в этот миг Вся наша жизнь Начнется снова Браво Спасибо А вот Поэт Баскаков у нас Хочет выступить Сегодня Можно его позвать? Друзья Пока меняются выступающие Горбейте Да Ребят Кофе готов Пожалуйста Наливайте Все-таки До конца Дружки свои Да Дружки свои А кофе здешний Радостная Меня так красиво назвали Поэтому Не совсем так Сережа Можно не полтора Почти Начнем все-таки С таких Серьезных Есть автор Юрий Белаз Покойный К сожалению Он Воевал У нее Замечательная Книга Называется Окопные стихи Вот Два Грустных Извините Но Я их очень люблю Первый называется Слезы Была тишина Постерня Над полем Разрывами Взрытым И медленно Падавший снег Ложился на лица Убитых Они еще были Теплы И снег на щеках У них таял И будто бы Слезы текли Дорожки следов Оставляя Текли Как у малых Ребят Прозрачные Капля за каплей Не плакал При жизни Солдат Вот После смерти Заплакал И Второй стих Корень называется Перекур Я на всякий случай Там Добелый стих Поэтому я все-таки Пытаюсь почитать Рукопашная схватка Унезапно утихла Запалились и мы Запалились и немцы И стоим Очумелые Друг против друга Еле-еле Держась на ногах И тогда кто-то Крипло сказал Перекур Немцы поняли Закивали Я Пауза И уселись И мы Они на траве Метрах что ли В пяти друг от друга Положили винтовки У ног И полезли в карманы Закуривания Чего не придумает Только война Расскажи Не поверят Но ведь было же Когда-то курили Молчком Не спеша И спуская друг с друга На осторожных глаз Для кого-то Последнее в жизни Мы цигарки А не сигареты свои Тот же голос Прокашлявшись Выдавил Перекур окончен Ну и Простите Да Теперь я Скромненько Немножко Полтора Своих Но у меня как-то Не получалось писать Просто стихи Как-то на случай И один случай был Стояли мы на выставке Народа было мало Было вкусно И мой приятель Разгуляя Кохан Ракаша Сказал Вот я какую-нибудь Песенку бы спеть Народ бы Подорвался К нам Но песенка не получилась Получилось такое Ну, можно сказать Рекламное стихотворение Извините В стиле Маяковского Как получилось Когда я и то же дни Что прожил И выбираю из них Ярчайший свой Я вспоминаю Один и тот же Когда мне вылечили Геморрой Зашли все без боли Стремительно Я в восторге От этой акции Я не пью Никакое слабительное Нет проблем У меня с дефекацией И теперь на очке Не страдаю я В сортиры захожу Без стресса Не нужна мне бумага Шелковая Я нынче использую Прессу Аппаратому этому Каждый рад Проктолог Мотай на ус свой Лечит товарищ Советский зад Машиною буржусь Еще одна коротенькая Такая реклама В пробках стоишь Как идиот Решли проблему Одним махом Купи товарищ себе Вертолет Иди куда хочешь И шли все Спасибо Браво Браво Спасибо Ребята Я не взял Спасибо большое Так Да Господин феоктистов Да Правильно назвал фамилию? меня слышно добрый вечер друзья привет от клуба вот я сергей фотиев или капрал самое ну да мое лесное спасибо гир я обратил в пятийный дом мою красавицу палатку коль зяб капусты не сладко влезай нальем и попоем закуска будет под рукой и слова теплое по теме вернем тебе хотя бы на время тобой потерянный покой я дачку тихую свою переначал в дом свиданий довольно нам разлук рыданий поцелуев на краю скажи лишь я ее люблю от друга все таить негоже и я своей рукою ложе тебе с любимой постелю а хату в дни когда пуста я превращаю в дом приюта пришедшим с дальнего маршрута найдутся мягкие места и будет много добрых слов лишь я в углу тихонько маюсь отдал бы в миг не сомневаясь тебе любой из трех домов благодарю друзья благодарю но вы знаете сейчас май но почему-то хочется вспомнить апрель еще не слышно соловьиная трель наполнится лес голосами что ж с новым приходом дружище апрель бродил бы дослушал часами на его кострах ненадолго вздремну на верной штормовке под синью где искры и звезды встречая весну играются в небе россии опять под суровой двухглавой горой я вижу товарищи лица а биться сливается с милой похрой им век не судьба разлучится гречишное поле до липовый мед дожди перекрести косые калуга и владик москва и умет все это ребятки россия играет алиса с чеширским котом за морем за сеткой тумана и волны поднятые белым китом расходятся в три океана а морюшка наша в темнице придет слезинка на ножки босые на башне княгиня любимого ждет и это навечно россия пройдемся с тобою мой названный брат по лесу родному до лугу а зорьки сменяя друг дружку сто крат сестрицами ходят по кругу любимая глянь как строится река в объятье озерной стихии малинушка сладко рябинка горько и все это наша россия ну тогда самые родные желаю чтобы нигде никогда ни в каких обстоятельствах вас не оставляла романтика я разлуку примеряю будто новую шторму обретаю или теряю непонятно самому где мы были нынче где мы ввысь огни и провода дети хиповской системы вновь меняют города наши встречи наши ссоры разлетаются как сны снова жесткие рессоры до неверный свет луны снова темная дорожка ночь ни музыки не сна бледно звездная окрошка в небе сумрачном видна фонари вокзальных башен остаются за спиной расставаниями украшен наш короткий путь земной с песней тихой и простою да нетрезвая слегка остаемся за чертою паровозного гудка леса темные иголки приближается рассвет а на милой верхней полке так тепло а сна все нет толь звенит в стакане ложка толь вздыхает тишина бледно звездная окрошка в небе сумрачном видна гор туманные отроги пыль до неба дальних стран где кончаются дороги гонит пену океан и наверно в ночь глухую где-то там на корабле наш земляк сидит тоскуя по неведомой земле отгремят чужие грозы проглянется южный крест вспомнит полюшка беремзы теплый дождь зарайских мест помолчит взгрыстнет немножко может быть хлебнет вина бледно звездная окрошка в небе сумрачном видна видна спасибо и привет калуги от ау а пустишь меня без очереди а вот серёга пустишь без стихов без стихов без стихов с абсцентом пускаем еще раз снова я меня зовут Илья Бапуша здрасте снова я друзья мои иногда пишу тексты если удобно я вам его прочитаю это не стихотворение у моей жены есть такая казусная история у нее день рождения 1 января поэтому я каждый год она имеет два праздника два подарка я всегда думаю какой из них на новый год и какой на день рождения вот какой этот один на новый год я когда один раз написал ей текст текст который ну про мою жизнь вы его послушайте я он он текст мой дед колдун а иначе как объяснить странное детдомовское детство с именем Иосиф Исакович Кецлах чудесное спасение в войну и имя Яша в котором его звали все и везде для облегчения произношения кроме того чем кроме как колдовство объяснить неподсудные 20 лет главным администратором кинотеатра ударник с вечными бесплатными билетами и маленькой люстрой в квартире ну почти как таффае кроме того оставленная внуку квартира на улице Миклуха Маклая при этом количество алкоголя там выпитого заставляло плакать водкой финские обои под дерево эта квартира колдуном созданная пропитая и пропетая до неба была продана внукам потому что Таня туда бы не поехала и в изначасти превратилась в обычную квартиру для скучной жизни простых обывателей моя мама дочь колдуна с благослучным именем колдовским Берта Иосифовна по паспорту и бела для всех остальных просто она сначала была учительницей младших классов а потом дочерью колдуна она кормила и предоставляла ночнёк всех тем людям которые работали и жили и пили в квартире колдуна считая что своим вкладом в их колдовскую династию и большим добрым сердцем каждый новый год мы все собирались на квартире у колдуна для празднования к колдуном бабушкой, папой, дочерью колдуна и внуком Илюшей который первый был в семье по паспорту Ильёй и по имени тоже Илья и вот 1 января 1973 года колдун и его дочь позвали меня семилетнего к себе и сказали сегодня Илья родилась твоя жена теперь жди моя жена ведьма она точно знала об этом моём ожидании и познакомила нас с ней подруга девушка с благозвучным сочетанием Наталья Цисер нос у неё кстати был похож на нос колдуна магии это или национальность я до сих пор не знаю я живу с ведьмой уже 300 лет и готов прожить ещё 300 моя жена взяла меня в плен подселила нам трёх детей собаку и кошку и всех у них человеческие имена видимо собака Василиса и кошка Маша станут нашими детьми в следующие 300 лет мне нравится жить в этом плену хотя иногда миликает мысль а может быть я просто побаиваюсь ведьма моя дочь правнучка колдуна и дочь ведьмы я жду когда эта колдовская нить начнёт себя проявлять спасибо браво браво я вот тут тоже в него ручно раз только всем тексты дают возможность читать я тоже хочу нет тексты я пишу но не 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 сюда я должен просто следующий номер объявить вот а перед этим не могу с вами не поделиться некоторыми соображениями по моему очень прикольным мне только что позвонил мой друг Серёжа Голковский который вот сшил нам этот замечательный цветной тент который над нашей этой сценой да как всегда неожиданно нет алё я говорю Серёга я в лесу скажи мне телефон такси я говорю я не помню ты же мне его давал я не помню ты что наизусть не помнишь? ну нет тогда пока а посему да а посему позвольте объявить следующего с особым удовольствием я вам сказал следующего выступающего это Дмитрий Юрьевич Филатов да ладно да ладно да ладно браво браво это кровата это висела да мне подушку не дали чтоб сюда вот поставить ну я попытаюсь соответствовать все-таки да так сейчас вообще вообще попытаюсь всему соответствовать ну секундочку извините ради бога сейчас никак не надо войти в образ я понял да в образ войти да обидеть художника может любой но лучше всего без обиды и мы поднимаем обрау трубой и шаримся в банке ставриды а следом струим шардоне из горла и лезем за банкой горбуши и пьем и дали за здоровье гала а я за здоровье галюши и бог с ними рядом а мы рядом с ним и близок лирический дух мне поскольку пропиток крепим и храним супружеских пьянств на кухне а вот это по-моему гениально крот ежевика зимородок а сколько незнакомых водок и редких вин освоить здешние напитки мне не по силам их в избытке а я один и влею пред своей любимой раскинутой по подмосковью их океан и пусть я не океанолог но зимний вечер хмур и долог скрипуч диван чернильные окна в кабинете и редко навещают дети замкадный дом прижму к дивану низкий столик как и как завзятый трудоголик займусь трудом по изучению крепких смесей из разных городов и весей вокруг москвы их настроек на основе живой воды лишачий крови и трынь травы капельку жена поможет и поварчит и спать положит к себе под бок и мне в уютной зимней клетке приснится зимородок редкий как здешний ну ладно а теперь без димочка димочка почитал а теперь перед вами выступает Сергей Анатольевич Купей аплодисмент Там, где твои дети и мои дети Играют с нашими детьми Там, где проходит водораздел В нынешней жизни Преодоление шлюзов От двух до пяти Прокат велосипедов И долг отчизни давно оплачены Мы плывем на грубой борже Сквозь мечту Через Францию, полуарь Она судоходная, рыболовная Уже реке, образующей эстуари Это там в конце А пока дворцы и еще дворец И платва на завтрак И ноги болят от педали И удивительно то, что хватило Накопленных средств передвигаться По этой клуаре И платить за постой Раан, Невера, Орлеан Ночевать не в трюме А в головне гостиницы Раздуваемой ветром С пеплом напополам Нашей будущей жизни Ногтем очертить мизинец И вернуться домой Со звонкими Всеми детьми И затихнуть В нашем Жилом подвале А пока мы плывем Пока мы Почти летим В летучую рыбу Пока на этой Горь Как говорит моя внучка Это тебе подарок Ей почему-то кажется Что я ее люблю Несколько больше жизни Странно, но это так Никуда же не денешься Если такой придурок Которому и в глаза Ну плюет Да и судьба питает Как говорит эта умница Ничего не зная О смерти Ты колючий Сереженька Но все равно Поцелуй Что же там Этот боженька Запечатал В конверте Так умирать не хочется Разве что За поцелуй Эх все мелочи Пуговицы Уронил расческу Одиноких собрал Нанизал на нитку Из любивших меня Можно расстелить хрущевку На любимых моих Вагулы положат плитку А я Неужели я опять Заведу собаку Карми, конечно, плюс Корочки минус Никогда Ни за что Не полезу в драку Потому что скорее убью Чем подвинусь Я три года грыз Баржи и сухогрузы А теперь у меня на днях Будет яхта И от самого пролива От лаперуза От туманной юности До ворованной Ялты Я пойду на ней Воробьем или пиратом Мимо древней Яфы И мавританского Ака Никогда Не буду больше Всегда поддатым Потому что мне еще Гулять с собакой И она понесется По городским дорожкам Рыжеватым парусом И лохматым конвертом Негатив любимый Угроза окрестным кошкам И еще чуть-чуть Утешение интроверта Потому что Мона Это почти что Нуна И зачем мне клавиатура Кверти Остается дождаться Теперь полнолуния Чтобы вместе быть Любви и смерти Я бы уснул Дорогая Уснул бы надолго Только не время для сна И подушка И иголка Словно от няни Арины А не от Кащея Тут уж такая фигня Перевоз, барахолка Ты без меня Вся пустая брехня Перепалка Так объясни же скорее Где я вообще И почему мне прекрасно В неласковом мире Где все выходит на три А когда на четыре Мир превращается просто В подобие рая Я же не скайпер Живущий с М-24 С мелкими зайками И с динозаврами В тире Это понятно немногим И лишь умирает Милая Кто же они? Занятия сонны Мимо идут Переспавшие С этим колонной Беглые дети Тупые дубы Колдуны Мне бы понять Почему это небо Бездонное И плитцо мое Холодное Где весь сезон И почему У понявших Глаза Не видно Корней Иванович Чуковский О крокодилах Не молчал И в переделках Подмосковских Чайковский Деток привечал И путал Мухой цокотухой И майдодырами Учил Его пример Другим Наукой Не служил Но орден Получил От тараканища Какковский Был плут Корней Иванович Чуковский Был Крут Развивая мелкую моторику Обжигаю Пальцы О детали Тяжело Наивному Историку Изучать Неведомые Дали Как живется В разных Черногориях О, Меня давно Предупреждали О любых Рассказанных Историях Нет ни снов Ни песен Ни скрижали Кроме тех Стареющих Актеров С кем Жила И от Кого Рожала До Каких Плыла Фуникулеров И в Каких Троллейбусах Дрожала От Борозной Немоты И скупости От Беспечной Юности И далее Я историк Я придумал Эти глупости Обжигая Пальцы Сыграйте В недоложках Белла Чао На вилках Лайла Или Естердей Когда Его Любимая Молчала Себе Накапал Яду Амадей Все Празднуя Столпились У причала Все разнесли На сладкое Апсент Когда его Любимая Молчала Себе Оттепло Ухо Ван Винсент Мы Все Не боги Так Начнем Сначала Ни Свука Ни Словца Но Например Когда его Любимая Молчала Оглох Бетховен И Ослеп Гомер Как Парка На кого-то Осерчала И Паучихой Нить Свою Плела Любимая Ты Почему Молчала Прости Я просто Выпила Спала Значит Два последних Коротеньких Стежка Как Странно Влюбиться На старости Лет Идти Спотыкаясь По краю Держа У соска Пистолет Или нет Но Что-то Держа Полагаю Наверное Морок Дуэльный Запал Обида Кромешная Злая Ведь Если Не выстрелить Кто Проиграл Не знаю Родная Не знаю И Мы Закончим Сегодняшнее мероприятие Последнее Да Последнее Герман Юрьевич Раньше Я В самых Горьких Стихах Избегал Обценную Плаху Никогда Ироничное Нах Не менял На Унылая Нах А теперь Когда Принцев Затрахал Не по жизни А только В стихах Получается Нах Во-первых Давайте Поаплодируем Браво Поэтам Берем Спасибо за Организацию Котельни Котельни Котельни